Всё смешнее становится смотреть, как Владимир Зеленский пытается набить себе цену, обещая по любому вопросу дать жёсткий ответ. Однако вся его жёсткость должна была быть продемонстрирована вчера на встрече Путина и Эрдогана в Сочи. Ещё на полях Генассамблеи ООН Зеленский попросил у президента Турции замолвить слово за 450 украинцев, осуждённых в России. Для этого он даже передал ему список. Можно было бы расценить это как шутку, если бы об этом на брифинге не рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулёба. Встреча Путина и Эрдогана проходила за закрытыми дверями, однако уже по темам можно судить, что список Зеленского вряд ли дошёл до российского лидера. Особенно если учесть, в каком нервозном напряжении находился президент Турции, о чём свидетельствует замеченное многими его странное поведение. Но даже если бы президенты обеих стран были более дружески близки, маловероятно, что в Анкаре отказались бы от обсуждения сотрудничества с Россией в различных сферах в пользу пожеланий Зеленского, потерявшего уважение даже у Польши. Рассказывая историю про замолвить слово, Кулёба заявил о долгой встрече ТЭД от Турецкого и украинского лидеров. Он упомянул, что главы государств сверили часы по вопросам двусторонней повестки. Правда, какая у них может быть общая повестка, кроме истерик по поводу Крыма и обсуждения сборища сумасшедших под эгидой Крымской платформы. Однако на этом абсурдность ситуации не закончилась. Ведь Зеленский размножил и передал свой список ещё и генсеку ООН Гутерешу, генсеку НАТО Столтенбергу, премьер-министру Великобритании Джонсону и президенту США Байдену. Но кто-нибудь из них поднял эту тему или обратился к России? Нет. Запад сейчас занят решением своих более важных проблем, вроде энергетического кризиса или угрозы дефолта. Но даже Эрдоган, которого Зеленский считает чуть ли не другом, этой темы не касался, имея при этом возможность. Всё это наглядно показывает не только то, насколько жалок Зеленский на геополитической арене, но и общее отношение к Украине, находящейся в повестке не на первом и явно не на втором месте. Неудивительно, что на этом фоне рядовые украинцы посчитали визит своего президента в США полным провалом, пока Кулёба рассказывает про сверку часов и разговоры тет-а-тет. Поэтому у большинства здравомыслящих людей заявления Зеленского о жёстком диалоге с Путиным не вызовут ничего, кроме приступа гомерического смеха.